В общем, всем привет! Маленькая ведьмочка Мария вырвалась наружу. У нас с вами страшное интересное включение с лимитированной коллекцией Lamelle Your Secret. Какие секреты хранит эта коллекция? Я знаю, чего вы ждете. И снова с вами самый милый кот на этом мире. Цезарь любит бюджетные палетки. А если вы любите их так же, как и он, приятного просмотра! Совершенно неожиданно ворвалась в магазины и нашу жизнь эта коллекция. За день до того, как она появилась на сайте Makeup, я была в магазине Eva, и ее там не было. Поэтому, зайдя на сайт немного за другим, я удивилась, что что-то новенькое, надо же ребятам показать. И вот, собственно, наша родимая, еще не распакованная. Взяла также глиттер из этой коллекции, как-то северное сияние, оно что ли называлось. В коллекции также представлены глиттеры для тела, жидкие румяна и мыло для бровей. Бровям я, в принципе, уделяю не сильно много внимания. Я там, типа, карандашом накветила, гелем уложила и пошла. Поэтому мне неинтересно было его брать. Глиттеры для тела. У меня есть вот такие из детского отдела. Они тоже, как бы, на гелевой основе прозрачные. По сути, то же самое. Только там цвет блесток другой. То есть, ну и румяна, жидкий. Это все-таки такая тоже спорная вещь. Скорее всего, разъедающая тон. На эффект какой-то влажной кожи. То есть, ее надо наносить на тон с сиянием. Я больше поматалась. Будем пробовать с вами Insta Banana Powder. Тоже. Это не лимитированная коллекция из постоянной. Но я не пробовала их ни пудры. Не люблю прессованные. Поэтому вот рассыпчатая. Спойлер, очень вонючая. Думаю, учитывая мою любовь, к этому бренду. У нас тут рано или поздно соберется просто все от Lame. Экция Your Secret лимитированная. Поэтому я поскорее хочу вам ее показать, чтобы вы знали, брать вам ее или нет. То есть, ее как раз продадут, больше не будет. Давайте же поскорее начинать. Тут для удобства, как всегда, сделали штучку. Минутка ASMR. Ух, пахнет! Я так понимаю, тут какой-то был намек на шоколадную дужку, но что-то пошло не так. Но чисто визуально смотрится. Это, конечно, очень дорого-богато. Да, нету зеркальца, но посмотрите на эти оттенки. Я быстренько вам все посвотчу. Постараюсь, чтобы вам меньше отсвечивало. Вот первый ряд. Один матовый, две сияшечки. Второй ряд. Цвет по центру. Вы же сами понимаете, что будет. Последний ряд очень порадовал. Ребят, на первый взгляд, хочется сказать, что Lame. Потрудились в этот раз с цветами. Это прям то, что хочется, то, что в тренде. Уже хочется вот так вот все помазать. Сейчас я быстро нанесу консилер, как всегда. Я беру черный каял в оттенке 401 и начинаю с нижнего века себе рисовать направляющую. Вы, кстати, боитесь прорисовывать слизистую. Я первый раз попробовала это в седьмом классе. Тогда занималась танцами. Девочки постарше, помню, на выступлении стояли друг другу вот это все прокрашивали. Ну и для них это было что-то, что само собой разумеющееся. Я тогда просто сделала себе что-то там обводку карандашом. Они такие, а как же слизистая. Для меня было такой дикостью тыкать себе в глаз карандашом. Ну, какие годы, конечно, это были. Тогда и в журналах особо ничего такого не было, поэтому меня одна старшеклассница научила. Для меня это такое событие. было прям... Ностальгия. У меня сегодня настроение... Арабская ночь. Арабская ночь. Этот цвет. Интересно, он зеленым каким-то смотрится на камере вообще. Той же кистью, которой тушевала карандаш. Карандаш. Ооо... Это оно. Так как я прилепляю его на черный карандаш, поэтому такой темный эффект. Прям как будто пигмент. Я, как всегда, буду делать два параллельных глазика, чтобы не забыть, что я там делаю. Дальше я смешаю вот эти два матовых. Вот когда училась на кореистой, жила в Корее, то мне, конечно, больше всего интересовали какие-то корейские макияжи. Мне не сильно нравились какие-то грубые стрелки, графика. Я любила такое понежнее, да, по блестящей коже, чтобы побелее было. В общем, Korean Style. Но после негативного опыта работы с корейцами меня как отвернуло, поэтому я и от стиля ихнего макияжа как-то потихоньку начала уходить. Наверное, оттуда пошло мое разнообразие всяких глиттерных идей, куда что лепить. На Айдоловки и поп, конечно, много смотрела. Мне кажется, мы чуть-чуть потемнели, сейчас я добавлю свет. Ранее извиняюсь за качество освещения, сегодня просто очень пасмурно, и что-то все скачет, и настройки камеры, и свет. Надеюсь, вам все хорошо видно. Так, теперь я возьму самый темный матовый и хочу чуть-чуть углубить и начало, и конец глазика. Вообще ложатся как боженька. Я вернула снова свет в первоначальное состояние, извиняюсь за вот эти все перепады, просто хочется, чтобы и вам было хорошо, и мне, а... В общем, все как всегда. Сдели прилично, пошло как обычно. Можно было бы добавить клея для глиттера, но мне интересно, какая плотность у самих сияшек. Поэтому мы берем, конечно же. Я даже не знаю, какой взять. Очень сильно хочу попробовать вот этот последний оттенок. Так, нет, мне уже не нравится. Сальчиком. Да, да. В упаковке, мне кажется, и на руке он был чуть ярче. У меня еще сюда гадательный шар, и вот это все из теней уже вряд ли что-то получится добавить. На этот фиолетовый ничего не ложится, но он такой красивый, что все равно. Поэтому добавляем жидкий глиттер и пришлепываю в центр. Глиттер в одной коллекции с палеткой, поэтому логичнее всего, что они должны хорошо сочетаться. Давайте я, ребят, закончу с тушью и с вот этим всем. Вернусь, будем делать личико. Сочет палетки хочу начать с матовых. Во-первых, приятно удивили. Когда нанесли свочи на руку, я подумала, вот она сила Китая. Потому что ламель, как бы, по юридическому адресу, это ламель профессионал Лондон. И, я так понимаю, главный офис у них находится там. Но производство Китая, по крайней мере, этой палетки точно Шэньчжэнь. Однако, не тот Китай, о котором мы могли бы подумать. Я думаю, всем уже давно стало ясно, что Китай тоже разный бывает. Как и в любой другой стране, на одном заводе можно сделать что-то совсем плохое и что-то годное. У ламель, видимо, за счет мощностей производства выходит бюджетный сегмент, а качество лучше, чем у масс-маркета. У меня масс-маркет в старом понимании, там, Maybelline, L'Oreal, Max Factor чуть-чуть вымерли в плане теней. Последняя палетка от Maybelline, которую я покупала, это был Burgundy Bar. Когда цена кусалась, а сейчас на них вообще уже такую нехилую наценку поставили. И ты не понимаешь, за что ты переплачиваешь. Вот всякие палетки L'Oreal, это хороший пример того, что Китай может. Как я выразилась по отношению к Ruby Rose, бюджет, который смог. Вот L'Oreal, это тоже бюджет, который смог. Это очень-очень красиво. Первое место в составе Mica. И, скорее всего, именно это дает вот эту невероятную гладкость. То есть, три матовых оттенка, которые есть. Телесный, кофейный, который у меня больше всего акцентом на верхнее веко. И темный, друг друга втушевываются, как влитые. Стяжки все чуть-чуть отличаются друг от друга. Кто-то более гладкий, кто-то менее. Но очень-очень нравится. Сейчас будем пробовать Insta Powder. Вот эту банановую. Страшновато ее спонжем наносить. Сейчас кистью тут набираю. Мне кажется, она очень сильно плотная. Стоила мне одеть черную кофту, она вся уже в пудре. Написано, что она банановая. Но запаха банана нет. Зато я четко вижу рыжий цвет. Пудра говно. Во-первых, сейчас отдохнусь. Вроде чуть-чуть подусадилась. Я еще и тут шлифую активно. И вроде бы она подстраивается под цвет кожи. Но запах с лица особо не пропадает. И она как будто мне окислила тон чуть-чуть. С этой пудрой мы говорим твердое. Беги отсюда. Тут есть еще одна новиночка. Я вам в видео о Бевелин рассказывала, что очень хочу попробовать их не контур 3 в 1. Вот, прикупила. Уже пробовала. Сейчас нанесем и расскажу. Белоснежки аккуратно. Вот это я уже много набрала. Он хоть и хорошо тушуется, но пигментация мощновато, как по мне, можно было бы и поменьше сделать. Это мы набираем совсем чуть-чуть и очень активно тушуем. Румяна сюда чуть-чуть не в тему будет, но я думаю, мы добавим каплю. Тоже такой кораллово-розовенький цвет. А вот хайлайтер для меня чуть-чуть слишком деликатный. Мне бы хотелось вам. Здесь же получается такое естественное сияние. Засловно работаем пальчиком. Чеканная монета погулять выходит на носики. В целом, палетка хорошая. Я выхватила ее со скидкой почти 70%, грубо говоря, за даром. Если найдете ее со скидкой или увидите, я думаю, что брать обязательно. Хорошая штука для арсенала своего, но за полную цену я бы задумалась. Не такая там какая-то находка, что аналог люкса и так далее. Папельку на слою хайлайтера. Мне все-таки хочется. Бабам! Это у меня Рубероус. И чуть-чуть добавляю подбров, чтобы смягчить в этой зоне тушевку. На губах у меня сегодня новый лак для губ от Evelyn. Lip Locker в оттенке Milky Way. Номер 32. Вот так он выглядит без карандаша. Насколько я люблю свои палетки пигментов из их неклассической линейки, настолько я поражена вот этой малюткой. И очень рада, что, в принципе, как бы ради вас купив лимитку, теперь обзавелась ей у себя для пользования. Китер из этой линейки Your Secret подойдет не всем, потому что есть все-таки крупные частички. Я знаю, что многие ребята боятся наносить подобное на глаза, так как, ну, есть риск осыпания. Это может попасть, раздражать слизистую. У некоторых, знаю, есть такая реакция, как лопаются сосуды. Вчера я носила его весь день, только вот здесь. Ну, как я люблю, чпоньк на подушечку и чпоньк сюда. Крупные блестки остались на месте, вплоть до умывания. Как их лучше всего убирать, если вы боитесь, что это попадет в глаз, на ватный спонжик вашу мицеллярку, ну, или любое двухфазное средство, которое у вас есть, приложили и аккуратно снимаем. То есть мы не трем, чтобы это в глаз попало, а максимально аккуратно проводим так, чтобы это не залетело вам в глаз. Цвет и подложка розовая у него хорошо сочетается с нижним цветом из палетки, которая у нас на веке. Пока не забыла, покажу вам себя вблизи. Как выглядит макияж глаз. Уже прошло немало времени с нанесения. Я успела походить попить водички, прежде чем наносить губы. Кстати, вот блеск для губ, который Эвелин. Как видите, лак для губ не разъел карандаш, не растекается по границе, тоже держится нормально. Как вам так лучше показать глиттер? Наверное, лучше с закрытыми глазами. Вот он у меня в центре. Поэтому от души советую конкретно палетку. Глиттер по надобности. Для таких любителей блестяшек, ну вы сами видите, он очень красивый. Просто что крупнее, чем их стандартная линейка. Под стандартной линейкой я подразумеваю серию Liquid Bronze, Gold, Pink и Silver вроде бы. Вот так она выглядит. То есть вот новенькая лимитка, и вот классическая их бронза. Конечно же, все руки в блестках, но вы все равно видите, что классический имеет свой собственный цвет и совсем мелкую дисперсию, а новый имеет полупрозрачную базу и крупные кусочки. Чтобы поддержать меня, можете поставить пальчик вверх, чтобы не терять мои новые видео. Подписывайтесь. А нам с вами до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok